добрый вечер всем я надеюсь что меня слышно и видно прошу прощения за техническую неувязку которая произошла из-за того что я не мог не мог войти в зум вот поэтому мы начинаем с некоторым опозданием значит сегодня и в следующий раз мы будем говорить о фигуре нехемии когда о нем вспоминают обычно всегда пользуется такой как бы извините за сравнение до маркс маркс энгельс на так вот так эзра нехемия значит эзра и нехемия разные люди разные персонажи более того очень непохожие друг на друга и в чем-то нехемия несправедливо забыт потому что если эзра описан в одноименной книге довольно таки шаблонно без каких-то таких ярких личных черт только красный хемия этими личными чертами обладает в избытке мы это увидим дальнейшем значит более того когда-то мы говорили что установить авторство библейских книг практически невозможно поскольку книги эти были анонимны и попытки более поздние определить кто автор книги они в общем то как правило строятся на допущениях которые очень трудно доказать единственным пожалуй исключением из этого правила является книга на хемии где конечно и там можно заподозрить псевдо эпиграфию но в целом как бы принято считать и я как бы присоединяюсь к этому мнению что мы имеем там дело с автобиографии с жанром автобиографии и что на хемия сам описывает то что происходило в его дни по крайней мере часть текста книги на хемии носит такой вот характер это важно иметь ввиду когда мы начинаем разговор они теперь на хемия как и эзра действовал жил и действовал в середине 5 века до новой эры и его деятельность описанная в одноименной книги приходится на царствование артахшасты первого или как он по-русски называется артахсеркс если следовать хронологии которого которая фиксируется в книгах эзра на хемии то на хемия начинает свою деятельность лет на 15 примерно позже чем эзра и когда он приходит землю израиля эзра уже по идее там находится действительно книги на хемии нескольких местах они вроде как пересекаются но но не контактируют друг с другом нигде и контакты не описаны поэтому на вопрос о том можно ли сказать что они действовали сообща у нас ответа не будет другое дело что мы можем сказать что то как они описаны в книгах эзра и на хемии они предстают как некий единый фронт который проводит действия в жизнь некую очень четкую ясную программу носящую характер партикуляристский изоляционистский на как бы община вернувшихся из вавилона персидского плена не должна вступать в близкие контакты с окружающими с окружающим населением но если в случае эзры все это говорится в самой общей форме то в случае не хемии об этом рассказывается в подробностях с в том числе с называнием имен сейчас я открою файл который нас интересует и который мы с вами будем которым будем пользоваться я назвал наше сегодняшнее в сущности и следующее занятие будет носить это название кем был не хемия кем он был был ли он мессией или кем-то близким к мессии или персидским сатарапом но для того чтобы как бы понять о каком периоде идет речь мы начнем как раз с книги эзры с кусочка который мы свое время пропустили я его сразу же прочту вам в русском переводе в четвертой главе книги эзры напомню вам рассказывается о том как зерубавель и священники о шо в нью садак прогнали те то окружающие те ту группу населения окружающая изгнанников которые хотели участвовать строительство храма прогнали сказав что они как бы не не видят в этих людях своих единоплеменников часть народа израиля и дальше там рассказывается о том как вот обозлившиеся отвергнутые группы населения жившие на территории самарии в основном строили всякие козни и мешали строительству храма мы упомянули то что происходило во времена дарья первого то что происходило во времена ксеркса ахашвироша но мы специально оставили в стороне то что происходило во времена артаксеркста артакшасты поскольку это как раз связано с периодом эзра и нехемии и судя по содержанию в первую очередь с историями о нехемии хотя сам нехемия здесь не упоминается я сейчас прочту этот кусочек написано так дни артакшасты верно подданно писал артакшасти царю параса метридат тавел и остальные друзья его запомним имя тавел но нам еще пригодится а послание написано было письмом арамейским изложено по аромейской рыхлым составитель и шимша и писец написали это письмо о иерусалиме артакшасти царю как сказано было тогда рыхлым составитель и шимша и шимша и писец и прочие их единомышленники они тут перечисляются прочие народы которые были поселены в городе самарии и в других местах заречья сирийскими царями написали послание послание и вот его содержание артакшасти царю рабы твои жители заречья будет да будет известно царю что иудеи которые поднялись от тебя к нам пришли в иерусалим и строят они город мятежный преступный и заложили они крепостные стены крепят основания да будет известно ныне царю что если будет построен этот город и возведены крепостные стены то налогов под эти подушные и да не платить они не будут и царской казне нанесен будет ущерб а ныне да посолим мы солью храм на то есть не дадим его построить он будет вечно лежать в развалинах а поношение царя не подобает нам видеть поэтому послали мы послание и уведомили об этом царя пусть ищут летописях отцов твоих и найдут в летописях и ты узнаешь что город этот город мятежный и наносит он вред царям и странам что испокон происходит в нем мятежи поэтому и был этот город разрушен уведомляем мы царя что если город этот будет отстроен и возведен мы будут стены его то доли твоей заречий не будет послал царь повеление рехуму составителю и шимшаю писцу и остальным их сообщникам живущим шавроне и написал так мир письмо посланное нам было мне прочитано обстоятельно и дано было мною повеление искали и нашли что город этот испокон восставал против царей происходили происходили в нем мятежи и волнения и сильные цари были в иерусалиме и властвовали они во всем заречье и налоги и подушную подать и дань им платили а ныне прикажите прекратить работу этих людей и пусть город этот не строится пока не будет но и дано приказание и будьте осторожны чтобы не допустить в этом деле оплошности зачем приумножать ущерб во вред царям тогда как только содержание письма царя артах шасты было прочитано рехуму и шимшаю писцу их сообщникам пошли они тотчас же в иерусалим к иудеям и насильно приостановили их работу тогда приостановлена была работа да на самом деле здесь надо поставить точку что мы здесь собственно говоря что называется имеем мы прочитаем некий текст согласно которому во времена артах шасты была сделана попытка отстроить иерусалим и эта попытка была приостановлена из-за вот доносов недругов иудеев в результате чего как бы город иерусалим продолжал лежать в развалина при этом при этом мы не знаем в каком именно году это происходит артах шаста правил 20 лет и здесь мы как бы переходим книги на хэме мы переходим книги на хэме сейчас я так книга на хэме тут говорится следующее с первых же слов в этой книге вот слова на хэме сына хохалия 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 в месяце кисле используется уже название месяцев подчеркнутых 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 евреями из бавилона персии уже не по номерам вот он в месяце кисле 20 год артах шасты то есть это уже собственно говоря конец конец правления царя 20 год артах шасты я находился в городе шушан то есть в летней резиденции в летней резиденции персидских царей и пришел туда некто некий человек по имени хана не по имени хана не как тут сказано не ахай из братьев моих я прошу прощения только поправлю себя я сказал что артах серкс правил 20 лет на самом деле я сказал не точно правил он крас 40 лет то есть вот эти два двадцатый год которым идет здесь речь это ровно середина правления артах сердца значит он приходит этот самый ханани то ли он действительно родственник нехемии то ли слово ах используется здесь как общее обозначение иудеев он пришел вместе с ним некие люди из иуды и я спросил его об иудеях об остатке который остался от плена и об иерусалиме и сказали они мне что те кто остались от плена при этом не очень понятно имеется ли ввиду группа населения которая не выходила не оказывалась плену или те кто уже вернулись из плена что они находятся большой беде и в позоре а стена иерусалимская пробита врата ворота подожжены огнем значит это описание может относиться либо к тому что к тому состоянию в котором находился иерусалим после своего разрушения равно как по ней нет по мнению некоторых комментаторов это описание как раз корреспондирует с тем что мы прочли сейчас книги эзры то есть попытка восстановить иерусалимские стены оказалось неудачной в результате доноса артах сердца это отменил и значит стены были снова разрушены возможно это имеется ввиду когда я это услышал как мы видим все это в первом лице рассказывается когда я это услышал я сидел плакал и находился в трауре целыми целые дни постился и молился перед богом небес и я сказал господи божий небес великий страшный бог соблюдающий союз и милость любящим его тем которые соблюдают его заповеди нетрудно здесь заметить что нехемия владеет сам ли нехемия автор книги опять же зависит от того принимаем ли мы предположение об автобиографичном характере это описание но он владеет терминологией почерпнутой истории он хорошо знает тору потому что вот это описание бога которая здесь но хорошо нам известно из текстов торы да будет да прислушается ухо твое и будут открыты глаза твои с тем чтобы услышать молитву раба твоего вот я молюсь перед тобой сегодня днем и ночью о сыновях израиля рабах твоих и исповедуюсь в грехах сыновей израиля которые мы согрешили перед тобой я и дом отца моего согрешили не то чтобы он имеет ввиду что конкретно семья нехемии согрешила как бы он полностью самоотверждается с народом мы по отношению к тебе приступили нанести нанесли тебе ущерб урон не соблюдали заповеди законов которые ты заповедал муше рабу своему вспомни же то это что ты заповедал муше рабу своему сказав вы нарушите я рассею вас среди народа опять же нехемия перефразирует то что написано в торе и вы вернетесь ко мне и будете снова соблюдать мои заповеди и выполнять их даже если будет изгнанники ваш у края небес оттуда я соберу этих изгнанников и приведу их вместо которое я избрал с тем чтобы поместить там имя свое то есть в иерусалиме здесь опять-таки в основном нехемия здесь соотносится с текстами из книги дворим а вот это выражение это выражение явно дифтерономистическое дифтерономическое и вот они твои рабы и твой народ которого ты искупил великой силой своей и сильной рукой своей прошу тебя господи прислушайся к молитве раба своего молитве рабов своих желающих бои бояться имени твоего и дай успех рабу твоему сегодня и пожалей дай дай милосердие перед этим человеком под этим человеком судя по всему подразумевается царь и дальше нехемия объясняет кем он был в я не айти машки ламелях я был царским виночерпи а надо иметь в виду что это не какая-то пустая должность царским черпи это как бы чуть ли не второй человек при царе это одна из высших должностей в государстве нам можно вспомнить в этой связи виночерпи и виночерпи а фараона который упоминается в истории иосифа а это как бы очень высокий министр это туда та должность которую нехемия занимал что само по себе не так уж удивительно ибо мы знаем что уже при а сирийцах некоторые евреи выдвигались израильтяне выдвигались на высокие должности видимо нечто подобное этого мы точно не знаем хотя книга даниэля это утверждает происходило и при вавилонинах и при персах этому никто не не препятствовал книга эстер о проблеме исторического характера который мы говорили тем не менее утверждает что при царе персии ахашвироши высокую должность второго человека при царе занял мордыхай а и как бы вот то что говорит здесь нехемия это вполне укладывается в такое представление дальше нехемия рассказывает следующую историю как бы будем идти постепенно по тексту проходит чуть меньше полгода и мы оказываемся в месяце ниссан а мы были в месяце кисле в месяце ниссан я разливал я был виночерпием у царя и имел благоволение перед ним и сказал мне царь и сказал мне царь почему ты печален при этом опять же любопытно как работает это как бы не является для нас центральной сегодняшней темой но 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 любопытно как работает работают интертексуальные переклички и иосиф если вы помните спрашивает царского виночерпия и пекаря фараона почему они столь печальны и тогда они рассказывают ему рассказывают ему рассказывает ему свои сны которые их обеспокоили и нехемия тоже рассказывает правда не сон царь говорит ему ты же не болен что-то тебя мучает я очень сильно испугался говорит нехемия вот это как бы все эти детали они очень в отличие от того что мы читали в книге эзры где все было сказать как бы таким общим такими грубыми мазками сделано здесь очень как бы индивидуальные эмоциональные детали описываются я очень испугался и сказал царю да будет царь жив вовеки как же мне не быть печальным когда город где могил моих отцов разрушен и ворота его сожжены и сказал мне царь о чем ты просишь и я снова молился богу небес и сказал я царю кстати говоря ровно то чего не хватает в ср здесь есть в избытке книга есть никогда не говорит о том что кто-то из персонажей молился богу будь то мордыха и будь то эстер это то что добавляет как мы видели септуагинта и сказал и сказал я царю и сейчас прошу прощения велась немножко да и сказал я царю и сказал царь сказал я царю если это угодно царю если раб его нашел милость перед там милость перед тобой пошли меня в иудею в город могил моих отцов и отстрою ее мы должны понимать человек просит чтобы его послали в далекую провинцию он находится фактически в столице он благоустроен ему хорошо он занимает высшую одну из высших должностей в государстве и вот он готов отказаться от этого ради верности своему народу и своему городу таким описанных имя в этой книге сказал мне царь и сидит ря и сидела рядом с ним его наложница шигаль слова шигаль на самом деле достаточно интересное не все может быть знают что это слово родственно слову и халь в рите и слова и халь есть слова шигаль казалось бы они ничем друг с другом не связаны и халят дворец или храм шигаль это наложница на самом деле они происходят от одного и того же аккадского слова термина я каллум который обозначает большой дом вот это шигаль только она передается здесь через гимн они через кав как обычно то есть любопытно что это слово шигаль но транскрипция его отражает исконное шумерское произношение потому что по-шумерски галлум это большой галь это большой так вот шигаль это та которая при большом дворце а которая при большом доме а которая при дворце наложница она сидит рядом с царем это может быть мелкая деталь но опять же заставляющая вспомнить книгу эстер книги эстер как мы помним судьбоносные вопросы решались в присутствии царицы эстер по крайней мере один из судьбоносных вопросов и она принимала в нем активное участие некоторые комментаторы думают полагают что упоминание здесь этой наложницы она не случайно показывает некоторое влияние на царя здесь то не говорится прямо и спрашивает меня царь до коле ты собираешься сколько ты собираешься там находиться когда ты вернешься я указал ему время само время здесь не называется и это и царь это принимает более я попросил говорит он царя чтобы он выдал мне письма грамоты охранные к наместникам того что место которое называется эверенар заречье то есть запад западный берег эфрата то что на западном берегу эфрата и часть этой провинции это как раз провинция и гуд чтобы я мог без боязненно дойти до иудеи а также письмо к некоему охраннику царского сада носящему имя еврейской ассав чтобы он то есть видимо еще один еврей который занимал высокую должность государстве чтобы он приказал дать мне дров а сегодня лакба умер жгут костры а тут он просит дров для того чтобы отстроить ворота и стены иерусалима а также укрепить храм и царь дал мне это и я пришел в заречье и дал эти царские грамоты и царь посылал со мной воинов дальше мы здесь первый раз сталкиваемся с врагами нехемии которые называются по именам и мы должны как бы разобрать о ком идет речь 10 стих текста который перед вами говорит так вайшма санвалат ахорони ветувия га эвет га амони вайра ла эмра агдола ашер ба адам левакештова ливней израиль и услышали санвалат ахорони это вия раб амонейский и было им очень горько от того что пришел человек с тем чтобы искать благо сыновьям израиля впоследствии к этим людям присоединяться также присоединится также еще один персонаж который будет называться гашму арави мы пока сосредоточимся пока мы сосредоточимся на этих людях то они такие то такой санвалат ахорони человек носит аккадское имя его проточное произношение син убалит которое обозначает бог син бог луны син даст жизнь дал жизнь син убалит имя аккадское но это ничего не говорит об этническом об этнической принадлежности его носителя в конце концов зерубавель первый руководитель изгнанников тоже носил аккадское имя зерубавель это имя аккадское теперь так что по одна по самому имени судить о чем бы то ни было трудно что такое ахорони мы на самом деле не знаем значит есть те кто полагает что это хорони связано с тем что он происходит из хорана который у эфрата но тогда огласовка странная когда мы бы ожидали что он будет называться хорони а хорони поэтому есть те которые связывают его с другим местом а именно с местом упоминаемым в книге Ирмияу в книге Ирмияу это а также в стелит мавицкого царя Мейша хорона им это в Муаве наконец есть те которые связывают его с местом бейт хорон север от Иерусалима значит из всего этого не очень ясно чем был этот человек из дальнейшего однако станет ясно что он судя по всему являлся сатрапом самарии и тому у нас есть дополнительные доказательства значит мы через несколько занятий будем обсуждать обсуждать архив евреев или Фонтина или то что называется Ев и там в одном из писем которые посылают жители военного карнизона в Элифантине в Еве на территории Иудеи с просьбой помочь им в том чтобы отстроить у них храм так вот письма в частности посылаются сыновьем санвалата который является являлся сатрапом самарии это совершенно не значит что речь идет об этом санвалате мы этого на самом деле точно не знаем некоторые считают что это имя как бы переходило от одного к другому но возможно что вот этот долья сын санвалата упомянутый в переписке евреев или Фонтина действительно сын нашего санвалата кроме того кроме того у нас есть еще одно любопытное упоминание человека по имени санвалат более позднее об этом рассказывает Иосиф Флавий значит Иосиф Флавий утверждает что во времена Дария Третьего то есть уже почти перед появлением в нашем регионе Александра Македонского тоже был некий санвалат который пытался построить храм в районе Шхема на горе Гризим с точки зрения Иосифа Флавия тогда собственно говоря и зарождается реально группа названная впоследствии самаритяне и он этот санвалат по Иосифу Флавию выдает свою дочь выдает свою дочь замуж за брата иерусалимского первосвященника что вызывает что вызывает гнев в Иерусалиме однако довольно трудно предположить что брат первосвященника женится на инородке то есть вот этот санвалат который находится в Самарии вряд ли представляет какую-то другую этническую группу гнев скорее вызывает тот факт что вот этот брат священника которого зовут Менше он идет на сговор с чтобы построить храм в Иерусалиме иными словами мы можем сказать как бы подытоживая на данный момент я не могу сказать что вот этот этот санвалат был тот который упомянут книги Нехемии судя по всему руководителем сатрапом так же точно как Нехемия был поставлен царем с тем чтобы быть сатрапом иудеи так точно санвалат был наверное сатрапом сатрапом Самарии теперь интересно что вот это сведение которая эта информация которую рассказывает Иосиф Флавий о браке между Иерусалимской священнической семьей и первосвященнической семьей и дочери санвалата это очень похоже на то что говорится в конце книги Нехемии мы до этого еще дойдем но там тоже утверждается что один из сыновей священника его яды сына Илья Шива стал зятем санвалата вот санвалата Ахурани некоторые считают что Флавий перепутал и перенес события происходившие во времена Артаксерса во времена Дария то есть на столетия вперед но возможно что вот эта практика смешанных браков которые были замешаны и замешанная семья первосвященника она как бы началась во времена эзерных и продолжалась и эзра жалуется на то что первосвященнические семьи тоже готовы заключать смешанные браки с точки зрения самого эзры и близкого круга близкого к нему круга людей опять же очень трудно себе представить что священник тем более сын первосвященника согласиться жениться на и на вообще на инородке то есть по всей видимости санвалат и приближенные к нему людьми воспринимались по крайней мере рядом частью населения как свои или близкие к своим это что касается санвалата хорани теперь у нас тут упомянут еще некто товия эведа амуни который на этот раз носит совершенно кошерное еврейское имя товия теофорное имя почему же он называется здесь товия эвед гаамуни ну есть те кто полагают что он мог быть сатрапом провинции находящейся в Заяордании то есть как бы то место где сегодня находится Иордания и мы действительно знаем опять же по Иосифу Флавию знаем что была такая семья 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 тови которая активно соперничала за влияние семьей коньё священника и это семья тоже заключала браки с детьми первосвященника в Иерусалиме Флавия рассказывает о том что один из представителей этой семьи был назначен был назначен царем из династии Птолемея это уже как бы время гораздо более позднее времена эллинистическая эпоха он был назначен собирателем налогов в результате это кончилось все не очень хорошо его сын который не получил поддержки народа был вынужден бежать и оказался за Иордани в таком месте которое называется Барис и значит в этом месте он покончил с собой вот это некая крепость крепость которая связана вот семьей 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 тови надо сказать что чуть восточнее этого места как бы даже не восточнее этого места на самом деле тоже в Заярдане это место которое называется Алямир Бывади Цор это территория Гелада там были найдены остатки дворца и там на араме арамейским письмом на одной из дом из камней появляется имя Товия то есть как бы Товия так или иначе связан с территорией Заярдане теперь любопытно отметить что в я просил вас обратить внимание на то что среди людей которые пытались помешать во времена Артакшасты строительству Иерусалима был некто Товель теперь в книге Шаяу рассказывается такая история в седьмой главе что царя Хаз царь Иудей Ахаз был атакован коалицией двух других царей царя из Израильского царя Пекаха сына Ремальяву из Гильада и Рацина царя Рама теперь почему он был атакован потому что эти цари пытались сколотить антиассирийскую коалицию и остановить экспансию ассирийцев на запад это было как раз самое начало продвижения ассирийцев Теглад Пелесар пришел к власти Ахаз послал письмо Теглад Пелесару в котором написал что он готов принять его власть над собой чтобы тот только спас его от Пекаха и от Рацина и так оно и произошло так вот что любопытно что Пеках и Рацин хотели сместить царя Ахаза и заменить его неким человеком которого зовут Таваль как полагают правильное произношение Тавэль а Таваль это намеренное изменение чтобы как бы принизить этого человека потому что Аль отрицание ничто а Тавэль это как раз Бог благ так вот это же имя появляется среди тех кто пытался помешать во времена Нехемии строительству Иерусалима и некоторые полагают исследователи и комментаторы что Итавэль и Тавия это представители одной и той же семьи это фактически одно и то же имя теофорное да только в одном случае теофорный элемент это Эля в другом случае это начало тетраграмматона и что он был действительно откуда-то из Гелада поскольку Пеках сын Рамальяум царь Израиля тогдашний который продвигал хотел посадить его на трон в Иерусалиме тоже был из Гелада по происхождению теперь если мы вернемся к нашему тексту снова то когда Тавия когда Нехемия называет его этого человека Тавия Эведа Амуни он может быть специально хочет его таким образом принизить называя его рабом есть те кто считают что есть те кто считают что обозначение раб здесь это просто технический термин что он раб персидского царя но возможно что Нехемия упоминая этих людей как своих врагов которые будут строить ему всяческие козни он их называет унизительными именами по примеру вот этого Тавию некоторые считают что обозначение Асанвалата как Хорани то есть как Чурака тоже выражает эту же тенденцию во всяком случае будем знакомы с людьми которые являются врагами Нехемии и говорится дальше о том что я тем не менее пришел в Иерусалим и находился там три дня стал ночью я и те люди которые немногие люди которые были со мной не сказал никому о том что было у меня на сердце сделать в Иерусалиме и не было со мной никакого скота чтобы ехать на нем никакого скота кроме того на котором я ехал и я прошел дальше описывается путь его вокруг стены Иерусалима упоминаются разные места часть из них известные например как часть неизвестные как эйнгатанин и он осматривал стену Иерусалима которая была пробита и ворота которые были сожжены огнем и вот пройдя эти места ночью несколько раз притом значит как бы никто не знал куда я пошел и что я делаю я не сказал никому из своего окружения и после того что я вернулся я им сказал следующее вы видите ту беду в которой мы находимся Иерусалим разрушен ворота его сожжены давайте же построим Иерусалим чтобы не было больше позора и я сказал им рука Бога которая хороша для меня то есть Бог меня поддерживает а также я им пересказал слова царя которые тот передал мне и они ответили станем и построим усилимся и услышал об этом Санвалад Ахарани и Товия раб Аманитянский и тут появляется вот этот третий персонаж Гешем Арави о котором нам мало что на самом деле известно есть те кто считают что Гешем Арави это действительно представитель каких-то арабских племен которые постепенно начинают захватывать юг иудеи они появляются там еще в ассирийскую эпоху и постепенно распространяется некоторые же считают что это название Гешем Арави на самом деле подразумевает Эдом Эдом который после разрушения Иерусалима мигрировал с восточного берега Иордана на западный и захватил всю южную иудею вплоть до на горе Хеврона до Бейтсур и значит как бы это положение было изменено только лишь после успеха Османейского Маковейского восстания сын Шимона Маковея Йоханан Геркан завоевал провинцию Идумея но это как бы некоторое спекулятивное предположение вот а называется он здесь все таки Гешем Гешем или Гашмуа Рави и они смеялись над нами и презирали нас презрели нас и сказали что это вы такое делаете вы очевидно восстаете против Бога и я сказал им Бог небес который он дарует нам удачу мы его рабы мы встанем и построим а вас не будет доли и праведности и памяти в Иерусалиме вы отвергнуты а Нехемия здесь идет тем же путем каким шли Зарубавель и Йошуа Бедю от Садак но здесь как бы если там те кто назывались врагами Бениамина иудеи сначала хотели вместе с ними строить здесь заведомо эти люди показаны изображаются как враги которые пытаются этому строительству помешать Нехемия уверен в своих силах уверен в поддержке Бога и мы сейчас перед тем как остановиться прочтем еще один маленький кусочек маленький кусочек это начало третьей главы книги Нехемии дальше мы уже не успеем продвинуться сегодня значит тут рассказывается следующее как бы конфликтная эта ситуация продолжается и было когда услышал Санвалат опять в центре что мы строим стену и было ему от этого очень горько горько он гневался и насмехался над иудеями и говорил перед своими братьями и перед воинами Самарии Хель Шумрон и сказал что эти презренные или несчастные иудеи делают разве они могут действительно укрепить себе стену установить жертвенник смогут ли они оживить камни такое образное выражение здесь оживить камни из праха которые сожжены а Товия аммонитянин который рядом с ним сказал и то что они строят даже лисица может подняться туда и разрушить эту стену то есть это строительство бесполезное бессмысленное возможно что вот этот образ лисицы которая бегает среди развалин послужил вдохновением известному эпизоду описанному в Талмуде как раби Акива с еще несколькими мудрецами поднялись на храмовую гору уже после разрушения второго храма и видели бегающих там лисиц мудрецы расплакались раби Акива рассмеялся и сказал что если храм разрушен значит он будет уже будет и отстроен вот возможно что источник вдохновения этот как раз наш стих послушай Бог наш говорит Нахеме от себя мы стали притчевой языци мы стали объектом презрения и насмешек отомсти им опозор опусти позор им на головы пусть они станут пленниками не покрывай их грех перед собой дабы он не стерся ибо они разгневали тех кто строит и мы строили стену и она постепенно соединялась и было сердце народа направлено на то чтобы делать это мы сегодня как бы ну что называется вошли в тему в тему Нахеме что нас ждет дальше перед тем как я передам вам микрофон если есть вопросы вы сможете их задать мы разделим дальнейшее рассуждение на две части то что в результате произошло с Иерусалимской стеной конфликты между Нахеме Санвалатом Тови и Гешемом в чем его обвинили как попытались остановить работу и как он преодолел их сопротивление а с другой стороны мы будем говорить о социальной и религиозной деятельности Нахеме он предстанет перед нами как фигура чрезвычайно многоликая и многообразная в заключении мы зададимся вопросом почему все таки мудрецы Талмуда относятся к Нахеме с некоторой прохладцей продвигают Эзру а Нахеме уводят в тень у них есть совершенно ясная причина которую они излагают в трактате в Илонском Талмуде в трактате Сангидрин ну хорошо здесь я остановлюсь вашего разрешения и готов ответить на ваши вопросы выслушать ваши замечания пожалуйста народ можно включить микрофоны и задать вопросы если такие имеются ну вот пока народ думает включает микрофон у меня такой маленький вопрос да вообще то что в традиции как бы вот на одном дыхании упоминается Эзра и Нахеме да а как бы кроме того что они жили в одном историческом как бы периоде да да и что нам известно вообще вот об их взаимоотношениях почему это упоминается на они были настолько схожи в своей деятельности значит об их взаимоотношениях нам не известно ровно ничего да потому что эти отношения никак не отображены это то что я сказал действительно Эзра упомянут в нескольких местах книги Нахеме но при этом они никак не контактируют и никакой диалог друг с другом не ведут что привело некоторых комментаторов мысли о том что на самом деле когда Нахеме действовал в Иудее Эзра по какой-то причине там уже не был а есть еще такие которые считают что все наоборот его еще не было но так или иначе что почему их упоминают на одном дыхании как ты говоришь по двум причинам во первых книги эти соединены друг с другом Эзра и Нахеме они упоминаются едва ли не как одна книга хотя они очень разные написаны в близкое время но совершенно разные по многим параметрам например книга Нахемея написана на иврите и только на иврите и это связано с тем что Нахемея мы это упоминали упомянем еще он был такой древний прообраз Элиезра бен Иуды он боролся за то чтобы евреи говорили на иврите а не на другом языке между а вторая причина по которой их связывают друг с другом это то что они действительно так как они описаны они близки в своих идеологических установках они занимаются разными вещами Эзра распространяет Тору а Нахемея строит стену а также занимается разного рода социальной деятельностью как мы увидим вот но у них одна и та же четкая изоляционистская идеология отделяющая тех кто вернулся из Вавилона персидского плена от от окружающего населения общее между ними состоит также в том что оба являются посланниками царя Артаксеркса с разными полномочиями и по поводу Эзры неизвестно занимал ли он какой-то официальный пост в самой Персии перед тем как вернуться в Иудею об этом ничего не говорится по поводу Нахемея и мы видим что он таки пост такой занимал пост солидный и он фактически от него отказался и в нескольких местах своей книги мы это увидим он будет если сам себя не похвалишь кто ж тебя похвалит он говорит помни мне Бог мой это во благо во благо захрали дзейлю химле то что я сделал вот но об этом мы еще будем говорить отдельно окей народ еще один призыв да так почему Нахемея в тени мудрецы решили это я еще раз говорю это мы мы поговорим об этом в конце следующего занятия почему Нахемея в тени то есть Хохамим действительно его отодвигают тень Эзру всячески прославляют говорят что он второй мужше а Нахемея в тени почему увидим это да это очень заинтриговали да да хорошо окей тогда еще один такой маленький вопрос да сори что это как бы перушник переводит язык но тем не менее да когда мы говорим книга Нахемея в Эзру и когда говорят книга Нахемея в Эзру это книга Нахемея в Эзру это книга о Нахемея в Эзру то есть это книга автором которой является Эзру и Нахемея либо эта книга о них написана кем-то не ну смотри во первых многие книги которые называются таким образом исходно как бы мы не знаем когда эти названия были во первых даны да вот скажем книга Шмуэля а Хазаль говорят Шмуэль когда это название собственно говоря впервые появляется мы не знаем оно судя по всему появляется где-то в эпоху второго храма книгам даются названия значит ли это что Шмуэль написал книгу носящую это название смотря кого спрашивать если спросим мудрецов Талмуда они скажут да это именно это и значит что Шмуэль был автором этой книги хотя на самом деле книга названа видимо так потому что он главный герой один из главных героев этой книги вот как я уже сказал книги на самом-то деле библейские анонимные вот из книги Эзры совершенно не следует что автором ее или ее частей был человек по имени Эзра в книге Нехемии как я уже сказал это единственная библейская книга одна из самых поздних которая из которой можно сделать вывод что часть этой книги там есть отдельные отрывки которые нет но часть этой книги действительно носит автобиографический характер это тот случай когда книга называющаяся Нехемия чем-то отражает тот факт что автором ее часть части этой книги является человек по имени Нехемия вот Безре этого сказать нельзя окей и то а ну хорошо еще такой вопрос не знаю поскольку народ молчит я как бы позволяю себе да вообще идея вот таких записанных книг правильно какой вид какой вид литературы когда речь идет о том что была записана пермишна ну понятно это свод закона чтобы как бы не пропадал что народ смог как соблюдать да когда царь пишет книгу понятно что он хочет прославить свои деяния да да книга здесь вот книги типа Изра и Венахемия да а что как бы какая идея была написана книга для чего смотри евреи до разрушения второго храма очень сильно интересовались историей на самом деле они были не единственным народом конечно которые интересовались историей на древнем востоке до нас дошли повествования которые носили в основном характер хроники или царских аналов какого-то большого исторического произведения большого повествования мы почти нигде не встречаем до появления греков да фактически вот геродот первый кто пишет большое историческое произведение параллельно а можно сказать более или менее параллельно с геродотом чуть раньше геродота раньше чем геродот все таки возникает корпус библейский который мы называем ну то что называется новим решоним да это корпус это большое-большое историческое повествование евреев интересовала история после разрушения второго храма после разрушения первого храма и возвращения из плена у нас гораздо меньше таких книг то есть постепенно это желание документировать историю и извлекать из нее уроки как бы сходит чуть-чуть на нет а вот у нас есть книги из Рейны Хэми это особая история это не совсем история это как бы некоторый книга Медраж но вот есть из Рейны Хэмия в каком-то смысле книга Эстер в очень отдаленном смысле книга Даниэля есть чуть более позднюю эпоху после Даниэля маковейские книги то есть люди пишут историю с одной стороны чтобы рассказывать о том что было а с другой стороны чтобы извлекать из этого религиозные уроки вот после разрушения второго храма да последним как бы представителем этой традиции был естественно Иосиф Флавий который пишет свои исторические произведения а потом на долгие-долгие годы столетия фактически вот это желание заниматься историей исчезает возможно это связано с тем что как бы народ не находящийся на своей земле и не имеющий своей государственности занимается другой проблематикой да вот Аллаха Агада а вот какие-то исторические произведения не пишутся практически не пишутся ну есть такой эпизод десятом веке книга Иосифона которая позируется на книге Флавия насколько можно это назвать историей вот а так только уже в новое время это возобновляется когда одновременно с тем когда возобновляется желание евреям вернуться в свою землю и так или иначе воссоздать если не государственность то по крайней мере свою национальную идентичность на земле Израиля тогда вновь возникает желание заняться историей вот это собственно говоря на мой взгляд тот ответ который я могу не представляется логичным здесь окей спасибо ну хорошо если у народа вопросов нет у меня еще есть куча вопросов мы продолжим следующий на следующем деле заниматься на химии окей большое спасибо спасибо всем счастливо пока спасибо 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 спасибо